Папа, он как помощник в жизни, ангел-хранитель, придает уверенности в себе. Мы ездили с ним на рыбалку, мы с ним строили там вольер для собаки, сарай, киплицу, мы с ним всегда вместе были, за грибами всегда ездили. Для мальчиков нужен отец, ну в принципе и для девочек. Просто у меня отца не было, поэтому, ну как бы отец, конечно, играет очень большую роль в жизни. Папа, наверное, вот даже сейчас больше, он меня так поддерживает и говорит, дотя, он меня так ласково называет, и говорит, вообще живи здесь и сейчас. Вот, ну, у меня просто близкие отношения с папой, папа просто учит в себе. Папа, папа должен иметь хороший карман. Должен научить детей, как правильно жить, наверное, да. Что такое хорошо, что такое плохо. И чтобы из ребенка получился нормальный, честный, добросовестный житель нашей земли. Вы знаете, у меня папа был спортсмен, и он меня приучил к спорту. Папа у меня хоккеист. Я всегда брала пример с него. Во-вторых, папа должен научить за себя постоять. То есть в любой непонятной ситуации на улице можно дать сдачу или что-нибудь сказать в ответ. Отец, прежде всего, должен научить достоинству, чести, моральными понятиями. Как зарабатывать деньги, он тоже должен научить. Смелости, если это мальчик, любви, уважать семью, по всему хорошему. Меня папа научил любить. А еще самое главное – это оставаться красивой и всегда особо ухаживать, так же, как и мама. Сила, власть, можно сказать, в семье и здоровье всей семьи, благополучие всей семьи. Папа – это здорово. Без папы как без воздуха.